Ребят, у нас проходит сейчас конкурс видеомонтажа, где вы можете показать свои самые крутые таланты. Присоединяйтесь, задание действительно сложное, неординарное, ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами 1-2K House, и мы будем творить страшное вместе с Юрием во Вьетнаме. Мы будем рабочими уничтожать компьютера. Двух компьютеров, прошу. Двух компьютеров, то есть мы построим героев, мы построим много-много-много рабочих, и наши рабочие будут яростными. То есть я построю некромантов со вторым грейдом, ну а Юрий, соответственно... Блин, я, кстати, без юнитов-то совсем не могу, мне нужны урдалаки для леса. Ну это нормально, сделаешь там 3-4. Фиаско, да. То есть получается, что мы будем пытаться как-то наших врагов защемить рабочими очень-очень-очень яростными. Ну, Акалиты, конечно, покруче рабов. У раба атака 7-8, а у Акалита 9-10. Правда, у раба ХП чуть побольше. Так, я сейчас, наверное, как можно скорее построю тоже Магаз. Ну не тоже, в смысле, а построю. И чтобы купить палку скелетов, из дабл палки скелетов мы компов расфигачим. Ну то есть компы в варике тяжелые, они не суперинтеллектуальные, но в общем-то они развиваются. Они добывают сразу по 20 золота за секунду, ну и при полном руднике. Да, и они успевают потратить золото, то есть у них юнитов тоже в два раза больше в итоге получается. Ну, хотя Амаи нам в итоге показывает, что все-таки обычные компы не такие умные и не так все успевают. На рабочих, к сожалению, грейдов нет, поэтому я не знаю, пригодится ли мне кладбище. Скорее всего, нет. И надо будет как можно скорее построить вторую базу. Но тебе кладбище нужно будет для храмов проклятых. А, точно. Как минимум. Так что придется его строить. Ну и я думаю, нужно будет еще башенки все-таки построить какие-нибудь хотя бы. Ну, я могу построить. Ну ты просто без кладбища опять-таки не сможешь сделать стреляющий нормальный. Ну да, да. Так, ну сейчас у меня скоро выйдет герой, я куплю палку скелетов и соответственно буду готов крепить мелкую точку. На мелкой точке наположу скелетов, там уже можешь ты подойти или ты будешь харасить компа. Да харасить, наверное. Ну, будет с палкой скелетов в будущем это, кстати, неплохо. Так, ну я, наверное, не буду использовать принципиально вардалаков для криппинга, иначе это будет как-то, ну, типа не очень. Вот. Ну, наверное, четвертого вардалака сделаю все-таки для добычи дерева. Там есть ли совсем... Блин, а что такое? Намлок выключен, что ли? Где намлок на этой клавиатуре, блин? Бери. Ирина, а вот я нашел. Е-е, изи. Все, небольшая... Пошли в атаку. Как-то крепится будешь? Я хочу экспант поставить тебе. Вот здесь, что ли? Да. Ну, поставь, хорошо. Ну, мне нужна твоя помощь вместе с палкой скелетов, которая скоро откатится. Мне кажется, эффективнее будет все-таки харасить. Ну, харас, ладно. А я... Ну, я тоже, наверное. Я тогда вот уже эту точку закреплю, раз я уже на нее приперся. Он всех рабочих сорвал. Ну, конечно, да. Получается, можно доставать компа, и тогда мы, получается, будем выигрывать не благодаря рабочим, а благодаря вашему, Юрий, великолепному скиллу. В итоге-то решает рабочий, когда мы придем. Ой-ой-ой, да, но он бешеный, конечно. А ним героям надо не убить все равно. Ну да. Нужны рабочие. То есть комп... Вот фишка компа, чему можно поучиться у компьютера среднего, ну или сильного, как в данном случае. То, что он не унывает. То есть ты ему все снес, оставил хоть одного рабочего, он все равно будет там... А, блин, кстати, мне надо некрополь еще строить. Давайте вот здесь его влепим. Он все равно будет там продолжать что-то делать. Я иду, кстати, к нему. Со скелетиками, со всякой фигней. Сейчас можно будет 4 скелета вызвать, то есть я вызову... Только ты контроль мне дай. Да е-мое, ничего себе. Осторожно. Дыку не сливай. А-а-а. Ты думаешь, не стоит, да? Блин, сколько... Вот это овечка, можно из овечки сделать. Сколько у него уже всякой фигни. Так. Надо ли... Футунов вообще не надо дрогать. Лучше героя или рабочих. Блин, я что-то туплю. Ты герой. У меня сейчас есть хилка. Блин, что-то у меня герой вообще хочет. Так, сейчас я буду его окружать. О-о-о. Лол, он самоокружение какое-то от компа застелял. Все, убегай, я тебя подхиляю. Ага. Все, отлично. Спасаемся бегством. Компьютер... У компьютера еще можно поучиться тимплея. Он никогда не придет на помощь. Блин, зачем я зекурат-то строил? У меня же... Ой, тут смотри, красный футмен бегает. А что он... Это может, криппинг тут какой-то? Е-просто, архимаг тут что-то делает. Че задумали эти? Он здесь? Да-да-да. Ну, в смысле, по крайней мере... А, не-не-не, он бежит на помощь, что ли? Вот архимаг. Ну, я тут тоже... Притормаживает тут. Мне кажется, в атаку сейчас пойдет на меня просто. Ну, хорошо, мы тогда покажем, что он не прав. Но ты строй дополнительные базы, рабочих-то из одной базы ты не накипаешь. Так я просто... Я строю, видишь? Или нет? У меня он. А, он сносит меня. Экспанд сносит. Беда. Ну, Юрий, у тебя так рабочих никогда не будет. А где твой герой-то? Здесь. Тоже героя будешь, да, хорасить? Да, нужно героя убивать. Хорошо. Подблочил я тебя? Найс, ну мы просто чертовы херокиллеры. Ну, а иначе как? Ну да, футманов тут многовато. Блин, ну офигеть как-то, надо было больше рабочих строить поначалу. Что, у тебя тут есть, Тир-2? Мне манка бы пригодилась. А он будет телепортироваться, нет? Нет, он не будет. А, то есть компьютер таким не занимается. Так, ну, нужно сажать уже. А он будет отступать, типа, да, героя убили? А, лол, он бы тут просто все с землей сравнял, но нет. Так, я заказываю рабочего. Так, я Т-3 и Лича делаю. Еще один мейн. Ну, не знаете, наверное, два надо сразу построить. Хотя денег нету, куда-то все деньги потратил Юрий. Так, ну я предлагаю дальше идти харасить. Пошли, да. Так, я строю рабочих. Храмы проклятых. А Тир-3, кстати, мне особо не нужен. Но для третьего героя нужен, наверное, без героя. О, тут красный, смотри. Ой-ой-ой, вообще мясо. Вообще мясо. Офигеть. Неподражаемый стан от Юрия. Возможно, не знаю, может быть, Wave надо было брать. Сейчас, походу, сейчас впервые в истории... Не, у тебя такой стан был. Впервые в истории компьютер ливанет. Да, конечно. Не, ну реально, это просто разнос какой-то. Просто жесть. Какой-то криппинг. Мы хотели взять карту побольше, с одной стороны, чтобы получше покрипиться, с другой стороны, поменьше, чтобы компьютер не так расфиделся, потому что он-то может всякой фигни понастроить. Так, давай, подходи. Вот. Так, у тебя скелеты еще есть, да? Называй. Ты мог вызвать. Есть. Все. Битва закончилась, пора вызывать скелетов. Кстати, он закрепился тут. Да, да. Еще не поставили бы они еще экспанд. Так, ну я строю рабочих с двух. Короче, храм проклятых у меня один. Хотя, возможно, надо два построить. Так. Ну, делаем сразу грейд на книжку, наверное. А вот какой-то, смотри, пришел рабочий, похоже, экспандит. Лол. Да, смотри. Причем, он вообще ничего не смущает. По таймингу. Партия сказала строить базу, я буду этим заниматься. Так, блин, мне главное не чесаться, а то я двигаю микрофон, и он этот. Вот этот, смотри, футмены. Надо ответить на героя как-то. Давай архимаг. Да можно просто футменов, не? Ну, можно. Но архимаг совсем дохвый, надо его убивать. Ну, да, ладно. Да, но архимаг вообще не живет, короче. Жесть, вообще. Просто боль и унижение какая-то для компьютера. Все, давай, чуть назад, а тут много. Ну, я еще чуть-чуть, это, великолепный контроль покажу. Давай, покажи. Да лол, убейте их уже. Да ладно, лично. Там футмон вообще 0 хп. Почти что. На, на, на. Да блин, я попаду по нему. Да, я могу бы и дом добить. Да, я могу бы и дом добить. Надо, чтобы ты меня похилял. Так, и строю некров. В принципе, в принципе, я уже почти готов. То есть, мне Тир-3 не нужен, поэтому... А, еще нужен третий герой, кстати. Да, да, я уже заказал, если что. Наверное, повелитель могил будет очень хорошим героем. Хорошим выбором. У тебя есть деньги? Нет. Сейчас проверим. Мне еще сферу хочется. Сферу ему хочется, блин. Мне этот герой надо заказать. У меня уже зато один с рабочих. Блин, у меня ни героев. Прокрипится там, например, денег с этого поиметь. Ты можешь чуть-чуть погромче говорить, так будет лучше. Да, в принципе, нормально. Сейчас я рассею этот склеп, он мне все равно особо не нужен. Закажу героя. Ну и, в принципе, можно будет уже наступать на компуктеров. У тебя сколько рабочих-то там? Ну, вот сколько есть там. Пачка где-нибудь. Хорошо. Так, что, крепимся прям в наглую? Мне, по идее, можно лечать и поподставлять. Так, строим еще рабочих. Но еще некров надо. Надо где-то 6 некров, потому что кастовать-то надо и на Юринах рабочих, и на своих рабочих. Поэтому надо много некров. Причем еще за некров придется контролить. Несмотря на то, что я в Азии, контролить я лучше не стал. Даже хуже в отдыхе от Варкрафта. Е, застелял. Так, заказываем еще некров. Ой, скелетов я, наверное, особо делать не буду. У меня куча дерева и нет золота. У меня тоже нет золота. Зато у меня 13 рабочих. Кстати, за андедов... Ой, блин, у меня уже расходы поперли. Ничего себе, не, я не буду так... Текс, жукан. Ну, надо свиток, наверное, купить. Я не знаю, насколько они интенсивно будут бить рабочих. Но в любом случае, моя ярость будет ранить сердца. Нам нужно в любом случае героев первыми убивать. Хорошо. Так, ну я, в принципе, готов идти. Ну, давай. Так, Ctrl-1. Ctrl-1. Так, не крыбут, Ctrl-2. Там экспанс, смотри, строится. Пошли. Сейчас, у меня тут этот, пронумеровка и Ctrl-3, вот эти пацаны. Так, ну я гулей возьму, наверное, но исключительно из-за того, что мне дерево не нужно, и поэтому этот... Ну, просто надо их слить. Больше я их там строить, ничего такого не буду. Потому что, ну просто, реально, они мне будут мешаться и не давать построить нормальных юнитов в 50 лимитов. Ну, так я построю. В ожидании смерти этих вардалаков я построю еще. Некров скелетов я вызывать не буду, потому что это не канонично. Все-таки наша цель это яростный рабочий. Ой, что-то отдается комп. Ну да, где герои вообще, непонятно. Лол, сломался, походу. Человек, он идет защищать экспант просто через рабочих. Жесть. Ну, походу, мы сломали Варкрафт. Просто дичь какая-то. О, герой приперся. Да. Лол. Ну, правда, вот Бладласт, конечно... Нет, герой вообще завис, короче. Он вообще что-нибудь делает. Ну, блин, мне кажется, он вообще в шоке от того, что происходит. Вот еще Футмен происходит. Он выпил тебя. Выпил бутылек. Ой-ой-ой. Так, у меня этот был где-то у Жукана. Так, Жукан, Жукан, поближе. Блин, пустите Жукана. Вот так вот надо. Оп, свиточек. Наверное, самый эффективный свиток из тех, что я читал в последнее время. Я, кстати, блин, ярость так и не накидал. Ну, сейчас мы когда придем на базу... На героев сначала кидай. Наша цель это рабочие. Так, ну, хотя ладно, давай на героев. На, на, на. Рабочие давай. Где у союзники, понятно. Вот это дичь. Просто разносим, пацана. Так, что там? Три, в атаку. Два, в атаку. Четыре, один, в атаку. Все в атаку. Так, и давайте продолжаем набрасывать ярость. Вот это сумасшедшие ребятки, конечно. Просто дичь. Ополчение пошло, но у ополчения нет никаких шансов против вот этих вот ребят в капюшонах. И ребят с кирками. Ком подошел, он просто в панике убегает от этой жести. Один мой знакомый сказал, что у нас никогда не получится так выиграть. Зовут его по совпадению тоже, кстати, Юрий. Что это за знакомый? Редкое совпадение. Да, ну это просто убийство. Я не понимаю, у них вообще никакой армии нет. Так потому что он все отдал по дороге к нам. Ну, блин, он просто в шоке. Это был только один из них, а второй-то где? То есть, походу, можно было против десяти компов так играть. Блин, единственное, нужна, наверное, хилка, потому что иначе от ярости все умрут. Или купить свиток. Пойду свиток куплю. Хотя, если я пойду покупать свиток, то у меня начнут отдаваться рабочие. Ну, так хотя бы аура какая-то что-то дает. Так, блин. А что-то сейчас на свиток не хватит. Где там свиток у нас? Ну, сейчас нам осталось расправиться только с красным. У нас все еще только рабочие. То есть, не очень сильная стратегия. Но, глядишь, получится и так. Ну, лучше его донести. Иначе, как я уже говорил, компуктеры не склонны к сдаче. Ну, то есть, главный дом сломать. А так дальше, ну, реально, он в шоке. Если бы он мог, он бы шел выпить валерьянки после такого. Так, ну все, я иду на следующего. А ты гулей, что ли, взял? Ну да, чтобы их слить, но что-то не получилось. Я хотел слить гулей для того, чтобы построить рабочих, не выходя из 50. Так, жучара. Так, ну что же, я вот уже приблизился к компуктеру и готов его выносить. Но он все еще в шоке. Он не знает, что ему делать. Он видит героев, он видит рабочих. Ой-ой-ой, мне кажется, это будет неистово. Так, ну что, набрасываем, набрасываем на капюшончиков. Набрасываем ярость. На кого там еще? На всех. Архимаг пытается куда-то эвакуироваться. Просто он сошел с ума, мне кажется. Что он пытается сделать, он не знает, походу, сам. Блин, мана заканчивается. Сюда, давай, капюшончики. Капюшоны ярости, вот это жесть. Блин, ну посмотрите на скорость атаки. Ну-ка, давай. Ну, 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 ну. Ну, скорость атаки очень высокая. Видели, правда, есть какая-то штука, которая съедает его изнутри, конечно. Но ничего, мы сейчас поправим им здоровье. Да, это просто как бы не то, что какая-то битва получилась или еще что-то. Это просто сломали компьютеры. Мы просто реально сломали. После такого Warcraft может с компа автоматически удалиться. Я еще не видел, чтобы компы так тупили, на самом деле. Ну, не считая абуза, что ты один раз ударил дом, и комп начинает его отменять. Это, наверное, самая большая жесть, которую я видел в поведении обычных православных компьютеров. При том, что это самая обычная Близзардовская карта. То есть, ну, мы ничего в ней там не меняли, ничего. Соответственно, странно. Странно, что так получилось. Надо было, наверное, против четверых играть. Ну, да, Юрий предлагал против одного. Да, да, конечно. Уже. Ну, это не этот Юрий, конечно. Это какой-то Юрий неуверенный в своих силах. Какой-то странный. Так, ну, ладно. На этом мы закончим, наверное, избиение компов. Всего 15 минут это заняло. Всем счастливо, друзья. Всем пока. Пока.